МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. К параду победы готовы. Воспитанники чебоксарских детских садов учатся чеканить шаг. Вся жизнь театр, вся Россия празднует Международный день театра. Как вернуть спокойный сон в налоговой службе проходят дни открытых дверей. Противодействие коррупции в различных сферах сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава Чуваши провел заседание Координационного совета. Несмотря на предпринимаемые миры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет взаимодействие общества и органов власти, рождает тревогу и недоверие. Борьба с превышением должностных полномочий ведется на всех уровнях. О работе за прошедший год доложили на заседании Совета, Министерства внутренних дел, Следственный комитет и прокуратура Чувашской республики. Прокурорами в 2014 году выявлено 2300 нарушений в этой сфере. С целью их устранения внесено 1890 актов прокурорского реагирования, в том числе внесено 1106 представлений, направлено в суд 145 исков и заявлений. По результатам прокурорской проверки возбуждено 21 уголовное дело, 1037 нарушенных лиц включены к дискинарной и 106 к административной ответственности. Основными нарушениями остаются совершение крупных сделок без согласия собственника, заключение договоров с недобросовестными контрагентами, несвоевременное заполнение документов. Одна из эффективных мер противодействия таким злоупотреблением – совершенствование законодательной базы, чтобы в нормативных документах не оставалось лазеек для нечистых на руку чиновников и руководителей предприятий. Кроме того, препятствовать коррупционным проявлениям должна сама организация работы органов власти всех уровней. Их максимальная открытость и доступность для граждан, заметил Михаил Игнатьев. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Мы уже сообщали о том, что в Чувашии с рабочим визитом находился член Совета Федерации от Республики Константин Косачев. Он провел лекцию по международным отношениям и побывал на нескольких промышленных предприятиях. А перед отъездом встретился с главой Чувашской Республики. Вопросы импортозамещения в кризисных условиях, перспективы развития региона в целом и промышленной отрасли в частности. Михаилу Игнатьеву и сенатору было что обсудить. Очень важно сейчас понять, как себя чувствует реальная экономика в этих условиях и какая реакция на те меры, которые разрабатываются, принимаются на федеральном уровне. Для меня, как для члена Совета Федерации от Чувашской Республики, во всех наших будущих дискуссиях в федеральном собрании очень важно ощущать реальный пульс жизни, чем живет реальная экономика. Основное внимание в жестких экономических условиях следует уделить вопросу импортозамещения, подчеркнул сенатор от Чувашии. Многие наши государственные корпорации все-таки почему-то по неизвестным причинам для отечественных производителей отдают предпочтение, во всяком случае, некоторым компонентам в сложных изделиях, которые закупаются за рубежом, хотя могут быть произведены и уже реально производятся здесь, на отечественном рынке, здесь, в Чувашской Республике в частности, причем с таким же либо лучшим качеством и, самое главное, по ценам, которые, может быть, в разы лучше и конкурентно способнее, чем цены, которые предлагают наши партнеры за рубежом. Я уверен, что мы должны найти механизмы для взаимодействия с госструктурами, которые работают в секторе экономики, с тем, чтобы они были в большей степени ориентированы или, во всяком случае, в первую степень очередь ориентированы на наших отечественных производителей, при том понимании, что наши отечественные производители конкурентно способны со своей продукцией. Но здесь, в Чувашии, на тех предприятиях, где я сегодня работал, я никогда ни в один момент не испытывал сомнений в том, что эта продукция самого высокого качества и она абсолютно конкурентно способна. Кроме того, сенатор от нашего региона выразил желание присоединиться к рабочей поездке главы Чувашии в Республику Беларусь. А в завершении встречи преподнес подарок региону. Целую книжную выставку-экспозицию «Экслибрис». Она недавно прошла в Москве и в ближайшем будущем приедет в Чебоксары. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Экономическая стабильность – результат эффективной работы предприятий разных форм собственности, разного профиля и разной величины. Компания «Чебоксарская керамика» – одно из производств, от устойчивости которого зависит целая отрасль. В 1960 году, когда послевоенное жилищное строительство стремительно набирало темпы, в деревне Вурман-Косы заработал завод керамблоков и керамзита. За более чем полувековую историю предприятие превратилось в многопрофильное производство по выпуску строительных и отделочных материалов. На его долю приходится треть всего объема керамического кирпича, производимого в Чувашии. Предмет особой гордости – стабильные производственные и финансовые показатели, отсутствие задолженности по налогам и заработной плате. На заводе трудятся свыше 450 человек. Некоторых сегодня поздравили особо. Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил отличившимся труженикам награды, пожелав дальнейших успехов. 26 марта глава Чувашии и члены правительства провели свой рабочий день в Красно-Читайском районе. Они встретились с главами районных собраний, сельских поселений и жителями. Основными темами встречи стали обеспечение экономической стабильности и развитие муниципалитета. Министр финансов Светлана Янилина проинформировала жителей, что в 2015 году из республиканского бюджета Красно-Читайскому району выделено 196 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство дороги, детского сада и фельдшерско-акушерских пунктов и другое. Сохраняется все меры соцподдержки в бюджете и улучшение жилищных условий. Только что сегодня мы говорили о тиранах войне. В общем, в целом, в республике 10-13 миллионов предусмотрено на учение жилищных условий ветеранов войны. Это два раза больше, чем уровень прошлого года. Позвольте улучшить жилищный условий 196 ветеранов. Глава администрации Красно-Читайского района отметил, что и прошедший год в целом для района сложился хорошо. Росли товары оборот, показатели по вводу жилья. Оборот организации составил 612,5 миллионов рублей. Это 117 процентов к уровню 2013 года. Результаты имеются. Район тоже разработал план антикризисных мероприятий, который включает такие мероприятия. Это по взысканию недоимки по местным налогам, это более 800 тысяч рублей. По взысканию просроченной задолженности, по НДФЛ, это более 900 тысяч рублей. От имени депутатов выступил Александр Степанов. Он поблагодарил главу Чувашии за поддержку селян и отметил, что в сегодняшнее трудное время у руля республики должен быть человек труда, не понаслышке знающий проблемы тружеников. Жители районов готовы поддержать кандидатуру Михаила Игнатьева. Глава республики вручил ветеранам юбилейные медали к 70-летию Великой Победы, удостоверение ветеран труда Российской Федерации и ветеран труда Чувашской Республики. Это люди, с которых надо брать пример. Они не только выстояли против врага, но и в короткие сроки восстановили разрушенные города и хозяйства страны. И после военные годы вот эти ветераны восстанавливали народное хозяйство по тембре нам. Сложный период времени. Мы сейчас, конечно, тоже ссылаемся, нам сложно, трудно. А им намного было сложнее, но они побеждали своей духовностью, своим вдохновением, не жалея себя, работали в круглосуточном режиме. В мае в Государственной Думе Российской Федерации пройдут дни Чувашской Республики. Подготовка к событию идет полным ходом. Детали обсудили на заседании Оргкомитета. Готовится большая делегация, куда войдут руководители предприятий, представители малого бизнеса, деятели искусств. На заседании обсудили формат выставочной программы, как будут представлены народные традиции. Возможно, депутаты попробуют и блюда чувашской традиционной кухни. В деловую часть визита войдут и встречи с руководителями комитетов Госдумы. Мне кажется, в отчетность туда не надо вдаваться. Сделайте что-нибудь интересное. Презентация через интересных людей, возможно. Презентация каких-то событий, которые были там. Ну и вот те же фильмы там о госсовете, фильмы о наших каких-то достижениях, о тех мероприятиях, которые у нас планируется проводить в ближайшее время. Это спортивные есть у нас мероприятия, форум наш есть. Давайте через это презентуем. Проведение дней Чувашской Республики в Госдуме запланировано с 12 по 15 мая. Также в рамках мероприятия планируется товарищеский матч по волейболу или футболу между депутатами Государственной Думы Российской Федерации и членами делегации Чувашской Республики. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Иногда их боятся, иногда делают героями смешных историй. Все это о налоговых инспекторах. В Дни открытых дверей жители Республики смогут убедиться, что в налоговых инспекциях не угрожают, а помогают. Вот уже четвертый год подряд Федеральная налоговая служба проводит акцию День открытых дверей. Только в прошлом году в Республике на приглашение специалистов откликнулось более 4,5 тысяч налогоплательщиков. Акции Дней открытых дверей приурочены к декларационной кампании 2015 года. В эти дни нами, налоговой службой, представлены компьютеры, а также у нас работники участвуют побольше, чтобы помочь налогоплательщикам сдать декларации о своих полученных доходах, а также помочь заполнять декларации для получения налоговых вычетов. Интерес ко Дню открытых дверей у налогоплательщиков, физических лиц, с каждым годом растет. Традиционно в ходе акции работники налоговых органов подробно рассказывают посетителям о действующем налоговом законодательстве, порядке декларирования доходов и о том, как получить налоговые вычеты. Пришла подавать декларацию. Обслуживали быстро, качественно. Мне понравилось. Нина Егорова уже не первый год приходит в налоговую службу именно в день открытых дверей. Все изменилось. Мне кажется, что в лучшую сторону стал какой-то порядок. Ну вот появились талоны, раньше чего не было. Вот и консультационный вот этот зал, где можно получить консультацию, как заполнять. Потому что мы пенсионеры, нам иногда бывает сложно взять откуда-то я не экономист, не бухгалтер. С расчетами мне всегда как-то тяжеловато было. Вот девочки очень приятные, специалисты, да, они подскажут, где что и как, откуда взять, какую сумму написать, где. В общем-то спокойно. Вот это вот, конечно, лучше. Помимо всего прочего, каждый желающий может завести свой виртуальный личный кабинет. Этот электронный сервис признан упростить жизнь налогоплательщикам. Получать важную информацию о своих счетах, суммах начислений и задолженностей они теперь смогут онлайн. Заплатить налоги тоже можно будет, не выходя из дома. Кстати, для удобства посетителей в дни открытых дверей во всех инспекциях вводится особый график. По пятницам 27 марта и 24 апреля инспекция будет работать с 9 до 20 часов. А по субботам 28 марта и 25 апреля с 9 до 15 часов. Детские сады столицы вовсю готовятся к параду «Дешкалят», который впервые пройдет в Чебоксарах в рамках празднования 70-летия Великой Победы. Как проходит подготовка узнавала и наша съемочная группа. Шагом! Два! Раз! Раз! Раз, два, три! Воспитанники детского сада номер 158 знают строевые команды не понаслушке. В их распорядок дня совсем недавно включили строевую подготовку. Так, ребятишки готовятся к первому в их жизни параду, в котором они примут непосредственное участие. А занимаются с ними самые активные родители. У Рената Минитулина в этот садик ходит сын. Работать с детками интересно. Ребята стараются. Стараются каждый их очень себя как-то проявить. В садике открылась и швейная мастерская. Родители и воспитатели совместно шьют военную форму. Кетово садика превратятся в настоящих моряков. Это такое мероприятие грандиозное. Будет участвовать много детских садов. От нашего сада пойдут 20 детей. 18 детей, два взрослых. Детям нравится. Они с желанием, с таким азартом, с огоньком учатся маршировать. В параде примут участие около тысячи воспитанников детских садов. Малыши будут представлять несколько родов войск. Это шествие станет частью масштабной программы мероприятий, запланированной в честь годовщины Великой Победы. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Общественная организация «Свобода» в Чебоксарах, можно сказать, уникальная. Она объединяет лиц с ограниченными возможностями здоровья, волонтеров и просто неравнодушных людей. Вся эта команда стремится изменить мир в лучшую сторону. В частности, помочь инвалидам социально адаптироваться, по возможности поправить здоровье, реализовать себя. Руководитель организации «Свобода» Павел Никитин. Молодой человек физически прикован к инвалидному креслу, но это никак не влияет на его жизненную активность. Павел организовывает множество мероприятий, как внутри группы, так и более масштабные. К примеру, в 2013 году он был координатором от Чувашии во Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе». Тогда молодому человеку с ограниченными возможностями здоровья удалось вывести нашу республику в лидеры акции. Он был приглашен в Кремлевский дворец и награжден почетной грамотой Минприроды России. Павел Никитин – ведущий программы «Такие же» на национальном телевидении. 29 марта Павлу исполняется 31 год. Мы, сотрудники телеканала и члены общественной организации «Свобода», поздравляем Павла, желаем здоровья и успехов в его такой важной и такой нужной работе. «Хочу стать артистом», – говорит едва ли не каждый ребенок. Зачастую жизнь сама расставляет приоритеты, и детские мечты так и остаются мечтами. И все же воплотить их в жизнь никогда не поздно. Герои нашего следующего сюжета не заканчивали театральные институты, что не мешает им покорять подмостки. Международный день театра совпал с юбилеем Народного театра имени Максимова Кошкинского. Они знают, что театр начинается не с вешалки, а с ежедневных репетиций. В солидные начальники и загруженные учебы студенты днем, к вечеру они превращаются в герои всемирно известных произведений. Народный театр под руководством Нины Панины действует уже полвека. За годы, которые я провел в этом Народном театре, у меня было, наверное, где-то десяток ролей. На самом деле очень приятно, что сегодня наш театр отмечает свое 50-летие. Обучение по системе Станиславского и духовное единство труппы. Вот и весь секрет успеха делится Нина Панина. Театр организован в 1965 году. Я работаю здесь 45 лет. За эти 50 лет, а моя работа за 45 лет, я поставила более 60 спектаклей, сняла 5 фильмов с этим коллективом. Ну, фильмы, конечно, они любительские. В театре ходят люди и 50 лет, и 45 лет. Есть такие аксакалы. Но у меня еще и молодежь есть. Молодые студийцы ценят Нину Панину прежде всего за многолетний опыт, которым она с готовностью делится. Нина Трифна, я считаю, очень хороший режиссер. У нас она преподает, получается, режиссуру и актерское мастерство. Заниматься у нее, как сказать, интересно. Получаешь опыт и профессиональные навыки. На счету коллектива победа в общегородских мероприятиях. А с недавних пор театр является президентским стипендиантом. На будущее не менее грандиозные планы. Однако, опережать события актеры не любят. И все творческие замыслы держат в тайне. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. С декабря прошлого года собственников жилья обязали вносить плату за капитальный ремонт. С тех пор прошло почти уже 4 месяца. А у россиян до сих пор остались вопросы. Об оплате капитального ремонта и лицензировании деятельности управляющей компании речь пойдет в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после нашего выпуска. Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин